Здравствуйте, мои дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие ученики! Я рада вас всех приветствовать! И в этот замечательный солнечный октябрьский денёк мы будем с вами говорить о степенях сравнения прилагательных и будем продолжать готовиться к экзамену по английскому языку, который издают девятиклассники, и он называется ОГЭ. Итак, тема сегодня степени сравнения прилагательных. Давайте будем разбираться. Итак, мы с вами часто в жизни сравниваем какие-то вещи, людей, наши достижения, да всё что угодно, и говорим My phone is newer than yours. Мой телефон новее, чем твой. В данном случае мы используем comparative form, сравнительную степень. Если мы захотим сказать, что это лучший день в моей жизни, it's the best day of my life, то для этого нам с вами понадобится superiority form, превосходная степень. Давайте разбираться, как образуются эти степени прилагательных, и здесь, на этих слайдах, вы увидите наиболее часто употребляющиеся прилагательные и то, что нужно будет для экзамена ОГЭ. Значит, если у нас прилагательное в один слог, или же некоторые двусложные прилагательные, которые оканчиваются на Y, E-R, O-W, L-E, то в сравнительной степени мы прибавляем суффикс E-R, а в превосходной степени суффикс IST. Давайте смотреть примеры. Маленький. Small. Меньше. Smaller. Самый маленький. The smallest. Здесь у нас, касательно правописания, ничего не меняется. Мы просто добавляем суффиксы, и всё. Long. Длинный. Longer. Длиннее. The longest. Самый длинный. Short. Короткий или низкий, если речь идёт о росте. Short. Короче. Ниже. The shortest. Tall. Толле. The tallest. Высокий. Выше. Самый высокий. Strong. Stronger. The strongest. Сильный. Сильнее. Самый сильный. Thick. Толстый, если, например, о книге, или густой, если о шерсти. Thicker. The thickest. И здесь у нас с правописанием ничего такого не происходит. Мы просто с вами добавляем суффиксы. Давайте смотреть дальше. Clever. Clever. The clearest. Умный. Умнее. Самый умный. Здесь мы также добавляем суффикс. Здесь у нас получается два слога. Слово заканчивается на er, и мы добавляем суффиксы. А вот дальше давайте смотреть. Силый. Силее. The silliest. Глупый. Глупее. Самый глупый. Что мы здесь видим? Мы видим, что silly у нас оканчивалось на y. Но y поменялось на i. Если у нас с вами в конце стоит согласное и буква y, то в данном случае при прибавлении суффикса y мы с вами заменим на i и добавляем наш суффикс er. Силее. И также в превосходной степени. The silliest. Мы поменяли y на i и дописали суффикс ist. Colder. Colder. The coldest. Холодный. Холоднее. Самый холодный. Здесь ничего не меняется. Hot. Жаркий. Горячий. Hotter. The hottest. Видим, что у нас тут изменилось проописание. Давайте смотреть, что произошло. У нас была одна буква t, а стало две. Почему так происходит? Если слово у нас односложное, один слог, и выполняется правило согласный, краткий гласный, согласный, то в данном случае будет удваиваться конечный согласный. Как у нас, да? Мы видим, что здесь у нас hotter. Читается hotter. Вот. Давайте еще раз. Если у нас слово в один слог, или же слово заканчивается на согласный, краткий гласный, мы его не тянем, о, и согласный, то тогда мы удваиваем как в сравнительной степени, так и в превосходной. Hot. Hotter. The hottest. Great. Большой, отличный, великий. Greater. The greatest. Здесь мы ничего не меняем. Wider. Широкий. Wider. The widest. Шире. Самый широкий. Здесь мы видим, что слово wide заканчивается на букву i. Если у нас прилагательное в конце с буквой i, то в данном случае мы с вами не будем дописывать i, r. Мы допишем только букву a. Будет wider. То есть две буквы i мы здесь не пишем. The widest. Самый широкий. Узкий. Narrow. Уже. Narrow. И the narrowest. Самый узкий. Hotter. Thin. Thinner. The thinnest. Здесь мы с вами видим опять, что у нас удваивается конечный согласный n. Thin будет thinne. Удваивается. Почему? Потому что у нас здесь согласный, краткий гласный, согласный. И мы удваиваем конечный согласный. Thin. Thinner. The thinnest. Толстый. Fat. То же самое. Fatter. The fattest. У нас удваивается буква t. Выполняется правило. Согласный, краткий гласный, согласный. Nice. Nicer. The nicest. Здесь у нас nice, хороший, красивый, заканчивается на букву i. Значит, мы будем добавлять только букву r. Мы не пишем две буквы i. А здесь s, t. Две буквы. Так. Переходим к следующему слайду. Слабый. Weak. Weaker. The weakest. Теплый. Warm. Warmer. The warmest. Merry. Marrier. The marriest. Здесь мы опять видим, что прилагательное у нас оканчивается на букву r и букву y. На согласную плюс y. Соответственно, у нас y меняется на i. И мы добавляем суффикс и, а в сравнительной степени. Marrier. Веселее. И the marriest. Мы добавляем, меняем y на i. Добавляем и s, t. То же самое происходит со словом dirty, грязный. Dirtier. The dirtiest. High. Higher. The highest. Высокий. Выше. Самый высокий. Тяжелый. Когда речь идет о, например, о сумке. Тяжелая сумка. Heavy. Heavier. The heaviest. Мы видим, heavy оканчивается на согласную плюс y. Соответственно, y меняется на i. Добавляются суффиксы и, а и суффикс ист. Heavy. Heavier. The heaviest. Deep. Deeper. The deepest. Смотрите, здесь мы ничего не меняем. Почему? Потому что две гласные и нам дают долгий звук и. То есть, казалось бы, согласный, гласный, согласный. Но нет. У нас здесь две буквы и звук долгий. Поэтому здесь мы просто добавляем суффиксы. Deep. Deeper. The deepest. Dry. Dryer. The driest. Сухой. Суше. Dry. Драй. Опять же, согласное заканчивается. Согласное плюс y. Значит, y меняем на i и добавляем суффиксы. Wet. Мокрый, сырой. Wetter. The wettest. Видим у нас с вами согласный. Краткий гласный. Согласный. Следовательно, мы с вами удваиваем букву t. Wetter. The wettest. Clean. Звук долгий. И clean. Cleaner. The cleanest. Просто дописываем суффиксы. Ничего не меняем. Чистый. Чище. Самый чистый. Clean. Cleaner. The cleanest. Brave. Braver. The bravest. Храбрый. Храбрее. Самый храбрый. Здесь у нас в конце и. Мы две буквы и писать не будем. Мы добавляем r в сравнительной степени и две буквы st в превосходной степени. Brave. Braver. The bravest. Дружелюбный. Friendly. Дружелюбнее. Friendly. И the friendliest. Мы видим, что у нас в конце y. Меняем y на i. Добавляем суффиксы er и суффикс ist. Friendly. Friendly. The friendliest. Смешной и забавный. Funny. Funnier. The funniest. То же самое, как и с friendly. Y меняем на i. Добавляем наши суффиксы. Простой. Simple. Simple. The simplest. Мы видим, в конце у нас и. Две и мы не пишем. Мы добавляем только r и только st. Переходим к следующему слайду. А вот тут у нас уже два и более слогов. И в данном случае просто неудобно говорить будет, если мы будем добавлять суффиксы. Просто неудобно. Поэтому, чтобы сказать красивее, нам нужно будет добавить с вами слово more. А чтобы сказать самый красивый, мы добавим the most. Будьте внимательны, пожалуйста. Не most, а most. Здесь гласное o читается o. The most beautiful. Beautiful. Красивый. Красивее. Но beautiful. И самый красивый. The most beautiful. Знаменитый. Famous. More famous. The most famous. Популярный. Popular. More popular. The most popular. Честный. Honest. More honest. The most honest. Самый честный. Талантливый. Talented. More talented. The most talented. Успешный. Successful. Будьте внимательны. Смотрите, у нас с вами здесь две буквы си. Одна читается как к-сак-сес-фул. А другая как с-сак-сес-фул. Успешный. Успешный. Successful. Успешнее. More successful. Самый успешный. The most successful. Современный. Modern. Современнее. More modern. И самый современный. The most modern. Difficult. Трудный. Сложный. More difficult. The most difficult. Самый сложный. Math is the most difficult subject for me. Математика для меня самый сложный предмет. Я страдала все время. Умный. Сообразительный. Intelligent. More intelligent. The most intelligent. Самый-самый сообразительный. Самый умный. Переходим к следующему слайду. А здесь у нас формы, которые нам необходимо будет запомнить. Формы, которые образуются не по правилу. Мы не будем здесь добавлять где-то суффиксы. Мы должны запомнить. Вот. Ну, не все. В общем-то, не так уж их и много. Давайте смотреть. Хороший. Это good. Лучше. Better. The best. Самый лучший. It's the best day of my life. Плохой. Bad. Хуже. Wars. Самый плохой. Худший. The worst. It's the worst day of my life. Это худший день в моей жизни. Надеюсь, что это не так. Little. Маленький. Less. Меньше. The least. Наименьший. Есть такая поговорка. Last but not least. Да, последний, но немаловажный. Много. Much. И many. Больше. More. И наибольшее количество, если речь идет о количестве, допустим, the most. Да. Much. Many. Меняется на more. И the most. Здесь есть слово fun. Веселый. Fun. Это не funny. Funny. Забавный. Смешной. А fun. Это веселый. Если человек веселый, с ним хорошо время проводить. И вот это слово нужно запомнить. Здесь сравнительная степень образуется с помощью more. Да. Мы скажем веселее. More fun. И the most fun. Самый веселый. Так. Теперь переходим к старый. Давний. Здесь у нас elder. Elder. The oldest. Очень часто используется слово elder и the eldest, когда говорят о членах семьи. И чуть попозже мы на этом остановимся. Дальний. Далекий. Far. Father. Или further. Their. Farthest. Или the furthest. Тоже здесь есть нюансы. И мы чуть подробнее остановимся здесь чуть позже. Переходим к следующему слайду. Давайте рассмотрим некоторые сложные случаи. В данном случае здесь есть одно наречие, которое вам встретится. Может вам попасться на экзамене. Да. У вас будет вот такое предложение. Это сайт Афипи. И здесь вам нужно запомнить, что наречие well также будет лучше. Будет better и наилучшим образом best. Actually, she could read better than most school pupils. Потому что здесь часто делаются ошибки. Well, меняем на better. Вот это есть на сайте Афипи предложение. Может вам попасться. Его нужно запомнить. Вообще-то она могла читать лучше, чем большинство учеников. Actually, she could read better than most school pupils. Теперь нюанс со словом fun и funny. Это также встречается на сайте Афипи. То есть вам может это попасться на экзамене. Давайте посмотрим. Значит, fun – это веселый, приятный. И степень сравнения образуется с помощью слов more и the most. Fun – но fun – the most fun. Вот. И fun, как мы видим, не равно funny. Funny – это смешной, забавный, то, над чем вы смеетесь. То есть, да, там, funny situation, funny joke, смешная шутка и так далее. Что-то такое. Funny. Если человек смешной, вы над ним будете смеяться, да. И funny образуется путем прибавления степени. Сравнение образуется путем прибавления суффиксов. Funny – funnier the funniest. Вот есть такой нюанс. И вот такое предложение вам может попасться на экзамене со словом fun. Смотрите. The something thing was that a tiny bit of snow was enough to cancel school and even to close some businesses. Та-та-там! Ну, вещь была то, что даже немножечко снега было достаточно для того, чтобы отменить школу и даже закрыть некоторые бизнесы, ну, какие-то предприятия, да. Смотрим, что у нас здесь. Мы видим, у нас здесь есть артикль the. И, казалось бы, очень хочется здесь поставить мне превосходную степень и сказать самое смешное. Но нет, здесь будет the funny thing was – смешная штука в том, что даже чуть-чуть снега было достаточно. То есть здесь не будет превосходной степени. Я проверяла этот ответ на сайте FIPI. Здесь будет the funny thing was that a tiny bit of snow was enough to cancel school and even to close some businesses. Забавная вещь в том, да, и вот это вот надо запомнить. Такой вариант есть. И самое печальное то, что на некоторых сайтах для подготовки к экзаменам здесь у них указано funniest, что, в принципе, здесь является ошибкой, да. Получается двойная трансформация слова, вот чего пока не будет. Так, теперь давайте смотреть, какие слова нам помогут сделать правильный выбор. Что поможет, на что обратить внимание, на какие слова. Давайте смотреть и начнем мы со слова THAN. Слово THAN – это чем, если здесь у нас с вами буква A. Если это слово написано с буквой I, то оно обозначает затем, потом. THAN. Есть разница в произношении. THAN и THAN. My bike is newer than yours. Мой велосипед новее, чем твой. Это слово чем. Мы сравниваем, мы смотрим на это слово и понимаем, что ага, сравниваю два предмета, нам нужна здесь сравнительная степень. We went to the cinema, then decided to go to a cafe. Мы сходили в кино, а потом решили пойти в кафе. THAN здесь написано через букву I. Это затем, потом. Их часто путают эти слова, пишут одно вместо другого, так что будьте внимательны. THAN. THAN. Разные слова. Как правильно выбрать нам с вами превосходную степень? На что посмотреть? Давайте разбираться. Например, нам дано слово good, и мы должны будем его изменить во всех этих предложениях. Что мы видим? It's the bike I've ever had. Это велосипед, который у меня когда-либо был. Я вижу вот это замечательное предложение. I've ever had, который у меня когда-либо был. И еще артикль the. Я понимаю, ага, значит, этот велосипед какой? Он самый лучший, который у меня когда-либо был. Обычно с такими фразами всегда употребляется превосходная степень. Значит, будет it's the best bike I've ever had. THAN, TA-DA-DA, DAY, YEARS OF MY LIFE. В моей жизни, да? То есть дни или годы, какие в моей жизни. Лучшие. The best day, лучший день of my life, моей жизни. The best years of my life. Лучшие годы своей жизни. Здесь у нас будет best. It's the, да-да-дам, party ever. Это, и мы видим слово ever, да, так сказать, как когда-либо, на все времена. Это лучшая вечеринка. Какая вообще, да, была. Значит, здесь будет best. It's the best party ever. He's the best teacher in the world. Слово in the world, в мире. Тоже нам подскажет, что здесь у нас будет с вами превосходная степень. Он лучший учитель в мире. Значит, артикль не всегда есть. Не всегда. Потому что, если у вас будет здесь притяжательное местоимение, да, или вы скажете, что это мой велосипед, да, мой лучший велосипед, у вас уже не будет здесь артикля. My best friend, мой лучший друг. Соответственно, артикля не будет. Поэтому артикль не всегда показатель. Смотрите на слова, которые есть в предложении. Вот такие выражения и слова. Поехали дальше. Теперь. Здесь я подробно остановлюсь, подробнее, да, на словах, которые часто путаются. Older. Это elder и the eldest. И которые иногда могут быть взаимозаменяемы, использоваться, в общем-то, и то, и то слово без потери смысла. Значит, этих слов нет в экзамене ОГЭ. Но если вы в дальнейшем планируете сдавать ЕГЭ или какие-то другие экзамены, или где-то сдавать устную часть, то, конечно, хорошо бы знать разницу между этими словами. Давайте разбираться. Данная выдержка была мной скопирована из замечательной книги Майкла Свона. Я её очень люблю. Здесь очень много всего есть. Practical English Usage. Вот. И также из словаря Лонгман. Давайте смотреть. Значит, elder and eldest can be used instead of elder and eldest to talk about the order of birth of the members of a family. Значит, смотрим, что elder и eldest, это старший и самый старший, могут быть использованы вместо слов elder и oldest, когда мы говорим о порядке рождения членов семьи. И есть один нюанс. Слово elder и eldest могут использоваться только перед существительными, в отличие от слова elder и eldest. Давайте сравнивать. Я могу без потери смысла сказать My elder brother has just got married. Мой старший брат только что женился. Или My elder brother has just got married. Мой старший брат только что женился. И тут будет и так, и так, в принципе, можно. He's three years older than me. Вот в данном случае мы можем использовать только слово older. У нас здесь нет существительного. Здесь у нас есть слово than, чем. Elder мы использовать в данном случае не можем. Elder только если у нас дальше идет существительное. Поэтому, если нам нужно сказать, что кто-то старше нас на сколько-то лет, только слово elder. He's three years older than me. Он на три года старше меня. Теперь давайте дальше смотреть. His eldest или eldest daughter is a medical student. Его старшая дочь, студент, медик. У нас здесь есть существительное, и мы совершенно спокойно можем использовать как eldest, так и eldest. Без потери смысла. She's the eldest student in her year. Здесь у нас речь уже идет не о семье. Мы берем слово oldest. Теперь еще есть один такой нюанс. Elder brother или elder sister используется, когда человек имеет только одного брата или одного сестру, который старше. Вот, то есть у меня, например, двое детей. Значит, Миша is an elder brother. Вот, Миша – это старший брат. Миша is Lleva's elder brother. Миша – это старший брат Левы. Я уже у меня для них их двое. И я использую слово elder. Eldest – самый старший используется, когда братьев или сестер больше, да, то есть не обязательно двое. An elder son, L elder daughter – это старший или старшая дочь из двух, да, двое детей. А eldest son или an eldest daughter – это самый старший из двух или более. То есть если в семье, например, там трое детей, то если я захочу сказать, что моя старшая дочь или мой старший сын, я возьму слово eldest, да, son или my eldest daughter. Вот, теперь мы никогда не используем слово elder и eldest, когда мы будем говорить о предметах или вещах. В данном случае, когда мы говорим, сравниваем какие-то предметы или вещи, мы будем только использовать слово elder и the oldest. Например, my phone is older than yours. Мой телефон старше, чем твой. В этом случае слово elder не используется вообще. И вот здесь вот небольшая выдержка из словаря Лунгман. Вы можете посмотреть, когда мы говорим, что кто-то старше, чем кто-то другой, мы используем только слово older. She was two years older. Она была на два года старше. Вот такие вот здесь есть нюансы. То есть эта информация вам понадобится, если вы дальше планируете изучать язык. Теперь некоторые нюансы со словом father и further. Мы знаем far далекий, further further дальше. Оба эти слова могут использоваться тогда, когда мы с вами говорим о расстоянии. My house is further, мой дом дальше. Edinburgh is further away than York. Эдинбург дальше, чем York. То есть здесь взаимозаменяемо, в общем-то, можете использовать и то, и другое. Но если вы говорите о чем-то в смысле добавочный, то есть еще дополнительный, то тогда, значит, дальнейший дополнительный, тогда мы будем с вами использовать только слово further. За дальнейшей информацией обращайтесь туда-то или смотрите страницу такую-то. For further information, see page 6. Можно сказать for extra information, для дополнительной информации. Обращайтесь, смотрите страницу 6. College of further education. College дополнительного образования. Соответственно, здесь в таком смысле, как дополнительный, добавочный, еще, мы можем использовать только слово further. А further не можем. Теперь есть еще вот такие вот слова. Это latest и слово last. И мы можем использовать это слово latest, когда мы говорим о чем-то новом. Его последняя книга, то есть книга, которая у него является новой, которая недавно вышла, здесь только latest. Your latest book's been published next week. Если мы имеем в виду что-то новенькое, да? She thinks it's much better than her last one. Она думает, что она намного лучше, чем ее предыдущая книга. Last, это прошлый, да? Мы видим the one before. Один, как бы до вот этого момента. Значит, ее прошлая книга. И вот тут еще he's enjoying his latest job. Ему нравится его новая, да, работа. Latest job. Ту, которую он недавно нашел. But it doesn't pay as much as his last one. Но тут не платит, она не оплачивается. Так же много, так же хорошо, как его предыдущая работа, прошлая работа. И вот здесь уже слово last. Вот такие вот нюансы. В ОГЭ этого нет. Так, но я решила, что вдруг, в общем-то, вам пригодится. И тут решила остановиться подробнее. Можете перемотать. Теперь давайте посмотрим на слово small и the smallest. И слово little. Значит, если я хочу сказать, сравнить, например, ребенка, да, я скажу a small boy и a little boy. Маленький мальчик. Можно и так, и так. A small boy, a little boy, да. Но если я хочу сказать меньше, да, мальчик младший меньше, то я могу сказать уже, должна сказать a smaller boy и the smallest boy. Да. То есть и здесь, посмотрите, your feet are even smaller than mine. Ее ножки даже меньше, чем мои. То есть здесь я должна использовать только слово smaller. Я не могу сделать там little и the littlest. Нельзя так говорить. И здесь Longman словарь нам об этом указывает, что мы не можем использовать little, не можем образовывать сравнительную степень. То есть мы должны брать слово small, smaller или the smallest. Дальше. Еще какие нюансы? Значит, если мы скажем по-русски в ближайшем будущем, то на английском это будет in the near future. Вот это нужно запомнить. In the near future. Little. Маленький. Например, по значимости. Less. Меньше. Наименее. И the least. Наименее. Да, самый меньший. Если мы говорим о чем-то, нам нужно подчеркнуть, что это не так значительно, или, например, подчеркнуть, что это не так сложно, то тогда нам здесь как раз эти слова и пригодятся. It's the least important thing. Это наименее важная вещь. То есть мы указываем степень важности. И вот здесь нам подойдет как раз the least. Maths is less difficult than physics. Математика наименее сложная, чем физика. То есть легче. Не такая сложная. Вот. Теперь еще вот такое вот выражение. Last but not least. Последний, но не менее важный. Вот это часто используется. Last but not least. Последняя, но не менее важная, что я хочу сказать. Часто используется эта фраза. Так, и теперь мы с вами перейдем к предложениям, которые вам могут встретиться на сайте FIPI и рассмотрим некоторые примеры. Итак, давайте рассмотрим предложения с предлагателями, которые нам нужно будет использовать. Данные предложения были мной взяты с сайта FIPI. Те, кто у меня учится, будут их решать на интерактивной платформе знания. Их здесь три части. В общем-то вот достаточно много. Еще потом нужно будет все это прочитать. Давайте рассмотрим несколько примеров, потому что все, конечно, взять не получится. Итак, читаем. Смотрим. Нам дано с вами прилагательное good, хороший. Что мы видим? Посещение, да, поездка к дедушке всегда была, видим артикль, the, какой-то частью его лета. И дальше вместе они ходили на рыбалку, смотрели футбольные матчи. То есть часть лета была какая? Летних каникул. Какая? Видим артикль. И мы можем с вами сказать, что нам здесь понадобится слово best. Good поменяется на best. Мы видим артикль. Это нам подсказывает, что здесь у нас с вами превосходная степень. Superlative form. Меняем на best. Так, теперь посмотрим следующее. Oh no, it's our way out of the question, said Kathy's mother firmly. A designer's advice is much something than we can afford. Смотрим. Нам дано с вами слово expensive. Дорогой. Совет дизайнера намного чем. Вот оно наше слово. Когда мы его видим, значит, что-то с чем-то сравнивают. Совет дизайнера намного дороже, чем мы можем себе позволить. Соответственно, нам с вами здесь нужна сравнительная степень. Мы видим expensive. Слово очень длинное. Поэтому, конечно, нам нужно слово more. Обратите, пожалуйста, внимание, что я... Так, что-то тут случайно нажало. Значит, я пишу в одно слово. Именно так вы должны писать на экзамене. В одно слово и за главными буквами. Посмотрите. More expensive. Вот так вы напишите в своих бланках. Да? Так, давайте дальше смотреть. The key was a year and more experienced in arranging parties. The key agreed and went to Mary's house at once. Мы видим, нам дано слово older. Да? Старый. Вики была a year на год. Что? And more experienced. И мы видим, что здесь у нас дальше идет слово more. и более опытное в устраивании, в обустраивании, значит, в организации вечеринок. Соответственно, она была на год что? На год старше. Мы возьмем с вами слово older. Вот. И давайте еще что-нибудь такое посмотрим. Ну, пусть будет вот busy. It was true. My mom was the woman in the world. Это была правда. Моя мама была какой-то женщиной в мире. Мы видим то, про что я вам говорила. In the world. В мире. Мы видим здесь артикль. Это нам подсказывает, что мама была самой занятой женщиной мира. Значит, мы с вами берем превосходную степень и busy поменяем на busiest. Мы видим, что busy заканчивается на согласную и why. Соответственно, why я меняю на и добавляю суффикс est. Busiest. Так. Вот. В общем, тут их много. Много-много. Не хочется брать похожее. Что-нибудь вот такое вот. Давайте возьмем. Давайте вот это. Я смотрю сюда и вижу. я стала старше, но ситуация никак не стала какой. Конечно, хочется сказать лучше. То есть, мы не можем сказать лучше, мы скажем лучше. Получится the situation didn't get any better. Вот. Ну, давайте возьмем слово bad. Так. It was the day of my life so far. I had never felt that scared. Это был день моей жизни. Я вам говорила, что вот это вот подсказка day of my life. Я никогда не чувствовала себя такой напуганной. Соответственно, bad нам нужна с вами превосходная степень. Это был худший день в моей жизни. Мы помним, что bad это исключение. Соответственно, мы с вами поставим worst. худший день в моей жизни. Вот. Вот так вот много здесь дано. В общем, на FIPI достаточно много предложений. Много предложений со степенями сравнения прилагательных. Поэтому, в общем, тренируйтесь, решайте. Они доступны на сайте FIPI. Те, кто учится, вы их найдете у себя в личном кабинете на сайте знания. Я желаю вам успешно готовиться, успешно сдавать экзамены. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры